Всем привет! В предыдущих уроках мы изучали основы, которые должен знать каждый верпил. Начиная с этого урока, мы приступаем к боевым действиям в онлайне. В этом уроке я расскажу вам, как правильно отходить от аэродрома, подходить к целям. Также я научу вас незаметно приближаться к противнику и атаковать его. Зайдя в онлайн, например на сервер Liberty, где нет маркеров, мы выбираем сторону, нажав на нужный аэродром. Выбираем доступный самолет и вооружение. Если вы не опытный пилот, то я советую вам взять топливо не более 50%, чтобы самолет был легче и вам было легче управлять им в бою. Уверяю вас, что когда вас собьют, у вас останется еще как минимум 20% топлива. Не переживайте, если вас собьют быстро и вы даже не поймете, как это произошло. Включите запись полета перед взлетом, а потом посмотрите, как вас сбили и сделайте выводы. В данный момент вы осваиваетесь и набираетесь опыта. Чтобы дело пошло быстрее, лучше зайти в ТС данного сервера и пройти в комнату той стороны, за которую летаете. Только не говорите, что вы новичок. Просто поздоровайтесь, спросите, в каком квадрате воюют и выдвигайтесь туда с набором высоты. Внимательно слушайте, о чем говорят в ТС. По этим разговорам оценивайте ситуацию в квадрате боевых действий. Со временем вы освоитесь, возможно найдете напарника или друзей, с которыми будете постоянно летать. Это важно, так как в одиночку новичку обучаться придется намного дольше. Итак, вы выбрали самолет и можете появляться на аэродроме, нажав кнопку начать. Но вы должны знать, если на карте ваш аэродром обведен красным кругом, то это означает, что противник в радиусе 10 километров от аэродрома. То есть это может быть бомбардировщик или истребитель, который может вас атаковать или сбросить на вас бомбу. Вы можете подождать, когда противник уйдет или его собьют. Можете спросить в чате или в ТС, что происходит и можно ли появляться на аэродроме. Но надеемся, что противника рядом нет и можно взлетать. Взлетаем. После взлета встаем на курс в нужный нам квадрат и начинаем набирать высоту. При этом постоянно переключаемся на карту, чтобы видеть, не включился ли радар, который сигнализирует присутствие противника в радиусе 10 километров от филда. Так как включение радара может немного запаздывать, лучше оставаться на чеку. Если радар включится, то сразу начинайте поиск противника. В поиске может помочь вам разрывы зениток, но противник может быть как у земли, так и на высоте. И возможно противников несколько. Это могут быть охотники. Я очень часто охочусь у вражеских филдов как один, так и с напарниками. Так вот, внимательно осматривайтесь, найдя противника, постоянно контролируйте его и старайтесь не отходить от филда. Набирайте высоту. Если на вас стали строить атаку, вы можете уйти под противника или плавно спускать его вниз. Но, скорее всего, он за вами не пойдет. И тут ошибка многих пилотов в том, что они после того, как противник начал уходить, пытаются тянуться за ним или идти с набором в его сторону. Именно в этом моменте таких пилотов избивает второй охотник. Это скоординированные действия охотников. Один вытягивает, уводит, отвлекает на себя все внимание, а другой просто расстреливает зевак. Поэтому, если видите противника и он начал вас оттягивать или вывешивать, то сразу насторожитесь и осматривайтесь. Возможно, вас заманивают и вы жертва. Будьте начеку. Если радар молчит и противника нет, то пройдя 10 километров, это ровно квадрат от филда, начинается самая опасная зона. Ее можно назвать зона смерти или рыбалки. Здесь охотятся на зевак, который отходит от аэродрома, расслабившись, не думая об опасности. Охотники могут быть как у земли, так и на высоте. Так что смотрите в оба. И лучшую скорость набора высоты держите в районе 400 километров в час. И летите змейкой, постоянно осматриваясь во все стороны. Если вы идете охранять и защищать цель, то большую высоту можно не набирать. А если вы пошли на охоту, то вам высоту набирать нужно обязательно. И лучше набрать как минимум 5000 метров. Или высоту, на которой нет инверсии. Например, 4 300 метров. Есть два вида охоты в одиночку. Это охота на большой высоте, обычно до высоты появления инверсии. И охота у земли. Чем они отличаются? Для охоты на большой высоте не обязательно обладать высокими навыками. И такой охотой может заниматься любой верпил с минимальным риском. Так как на такой высоте много дозволено. Можно совершать ошибки. Например, попадать в сваливание и штопор. Можно убегать пикируя. Можно просто уйти от противника в наборе или горизонте. И так далее. Если мы охотимся у земли, то здесь все намного сложнее. И нужно хорошо владеть самолетом, осмотром. Так как у земли ваши ошибки будут заканчиваться падениями. Поэтому такой вид охоты в тылу противника нам еще рано практиковать. А вот высотная охота для нас самое то. Так что набираем высоту и начинаем охоту. На высоте можно эффективно охотиться как на красных самолетах, так и на синих. Самое главное в такой охоте оставаться незамеченным. Для этого нужна внезапность. То есть мы должны внезапно сблизиться с противником и максимально быстро атаковать его. А как это внезапно атаковать, если, например, увидел противника за 7 километров, например. Вот в этом и есть прелесть охоты. Первым увидел жертву, подкрался к ней и как гепард в броске внезапно ее атакуешь. Когда вы видите противника, даже если он будет выше вас, сразу начинайте набор высоты. И держитесь от него подальше, километров так в 7-8. При этом постоянно следите за ним, чтобы не потерять. То же самое делайте, когда увидели противника на своей высоте. Сразу лезем вверх, но здесь уже можно идти в сторону противника. Если расстояние большое, если километра 2-3, то лучше в сторону набирать высоту, чтобы он не заметил вас. Вы должны набрать высоту примерно на 700 метров выше противника. Этого обычно хватает, но если выше будете, то это еще лучше. Главное, чтобы вы не оставляли инверсионный след, так как с ним вы быстро будете обнаружены. Заняв нужную высоту, начинаем сближение с противником. Оно может занять немало времени. Все зависит от расстояния до противника и на каком самолете вы летите. Если вы на красном самолете, то сближение может затянуться. И в таких моментах обычно нервы у многих не выдерживают. И они просто разгоняются на противника, теряя высоту, но увеличивая скорость. Тем самым время сближения уменьшается. Это конечно все хорошо, но дело в том, что ваш спуск и сближение будет не настолько быстрым. И противник сможет вас обнаружить очень легко. Он просто посмотрит на 6, наклонив самолет, также посмотрит чуть ниже себя. И там будете вы во всей красе, на фоне белого фона земли. Все, внезапной атаки вам не видать. И вам придется теперь вести бой, на который вы потратите намного больше времени и патронов. И в итоге вас могут еще и сбить. Поэтому не нужно торопиться. Идем за противником и постепенно сближаемся с ним. Если противник будет менять направление полета, то срезайте угол. Старайтесь лететь не за ним, а туда, куда он летит. Тем самым вы быстрее с ним сблизитесь, выиграв время. Противнику сложно нас заметить, так как мы идем за ним. И на фоне синего неба очень плохо видно наш самолет. Также многие пилоты смотрят только на 6, чуть выше и ниже себя. Не обращая внимания на контроль намного выше себя. Для начала атаки нужно подойти к противнику, находясь чуть позади него, примерно в 500-700 метрах. Если противник немного наклонился в левую сторону, осматриваясь, то лучше занять позицию правее него, чтобы уменьшить вероятность обнаружения нашей атаки. Перед началом атаки на немецких самолетах резко даем максимальные обороты и опускаем нос, пикируя на противника. Нам нужно максимально быстро сблизиться с противником, чтобы он не успел посмотреть назад и увидеть нашу атаку. На немецких самолетах лучше всего секунд 4-5 держать максимальный надув на автомате, а затем переключиться на ручное управление и затяжелить винт, выдерживая 2500 оборотов. При этом надув остается максимальный. На красных самолетах в начале атаки лучше закрыть радиаторы полностью. Только после атаки не забывайте их открывать. Также хочу заметить, чем больше скорость вы наберете до момента начала пикирования, тем больше будет ваша скорость сближения, и соответственно время сближения с противником будет меньше. Если ваша скорость очень мала, например 300-350 км в час, то лучше занять позицию над противником и переворотом, начиная пикирование на него. Дальше все зависит от вашей стрельбы. Даже если в последний момент противник все-таки увидит вас, то вы будете очень близко к нему и с легкостью сможете попасть в него. Следующий вид внезапной атаки можно построить снизу, но это работает только на летних картах или осенних. Когда на теплой земле, очень плохо видно контакты. Здесь уже можно пикировать и догонять противника на большой скорости, находясь ниже него метров на 500. Но здесь есть правило. То есть чем ближе вы к противнику, тем круче вы должны спикировать, чтобы как можно быстрее уйти с горизонта, на котором вас очень легко заметить. Самолет ваш должен быть быстрым. Если у вас ЛАГ-3, П-40 или, не дай бог, И-16, то я вам не советую делать такие погони за противником, если расстояние более полтора километра. Вы просто не сможете догнать Ф4 или Г2. Ну, если только Эмиля. Если вы начнете полого пикировать, то это займет много времени, и вас успеет заметить опытный пилот. Сближаться с противником после пикирования нужно сначала в горизонте. То есть мы разогнались, заняли позицию ниже противника метров на 500 и идем к горизонте, сближаясь с ним. Как только останется метров 500, начинаем медленно набирать высоту. Не нужно резко вверх выскакивать. Мы догнали противника. Теперь нам нужно разменять скорость на высоту, но при этом иметь скорость ниже, чем у противника. Во время набора высоты внимательно следим за противником. Он может осматриваться, заглядывать вниз. Чтобы избежать обнаружения, при правом наклоне противника уводим самолет чуть-чуть левее, при левом правее. Атаку можно производить в пузо, или можно просто встать в шесть и расстрелять противника. Если стрелять начинаете, находясь чуть ниже противника, то лучше стреляйте по двигателю. Также эффективно стрелять, находясь немного сбоку, а не чисто с шести. Ну и конечно, незаметные атаки снизу можно выполнять не только после пикирования, подныривая под противника. Можно идти за противником, изначально находясь ниже него. Но здесь конечно все решает ваша позиция. Если вы на самолете с более высокой скороподъемностью, то вы с легкостью можете догнать любой самолет, стоящий в наборе высоты, даже если будете далеко от него. Если ваш самолет имеет меньшую скороподъемность, то, идя за противником, вы из охотника превратитесь в жертву, так как вы не сможете догнать противника. И если он вас заметит, вы будете ниже него, в невыгодном положении. Поэтому в такой ситуации лучше держаться подальше от него, чтобы он вас не заметил и набирать высоту. Я собрал нарезки незаметных атак, чтобы вы поняли до мелочей, как это делается, и пользовались этим навыком в дальнейшем. Запомните главное, лучше потратить больше времени на подготовку незаметной атаки, чем быть замеченным. После потратить больше времени на бой с противником, потратить больше патронов, и подвергнуть свою жизнь риску быть сбитым совершенно другим подошедшим противником. Не забывайте об этом. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok